христос воскресе в сегодняшнем нашем диспуте будут участвовать стороны православной церкви священник московской патриархии петр михалев его оппонент православный проповедник игнатий тихонович лапкин сегодня мы рассмотрим вопросы касающиеся таинств православной церкви восстановление церковных соборов и дальнейшую трансформацию этих самых постановлений и как принято сегодня говорить экономии которая позволила внести некоторые послабления в уставы православной церкви я православный иконописец сергей козлов выступаю сегодня в роли арбитера и на тихо и сегодняшние средства массовой информации в лице вашего канала во свете библии открытым оком доносит до многих людей новости о том что люди считающие себя многие годы крещенными оказываются просто обманутыми крещение они не видели так как были окроплены или обмоченной водой а суть крещения состоит трехкратном погружении человека с головой в воду так как само слово крещение в переводе с греческого означает погружение что православная церковь прикрываясь некоторыми послаблениями выбирает таинство исповеди венчание отпевание крещение и других то есть в результате чего относительно святого писания предание святых отцов происходит грубейшее нарушение законов русской православной церкви в числе прочего давайте поставим в голову угла таинство крещения для утверждения личных взглядов на эту тему я предлагаю по пять минут каждому из сторон и на техничество вам расскажите о вашем видении ситуации крещения в храмах русской православной церкви говорить о всех нельзя кое-где крестят может быть в одном или в двух храмах из ста примерно я соберу статистику от патриарха алексея второго ридигера это он сам лично сказал на перхальном собрании московской епархии крестить только в полное погружение приняли решение проходит полтора года он говорит это церковной ведомости я могу показать страницу номер все прям тут же поставить под этим роликом но меня 98 процентов священников не слышат ну дальше это правило есть не просто так сказал и мимо прошло ли не слушают ну и ну и дальше что не слушает значит надо меры принимать а меры не нами установлены да будет извержен они уже не священники они извержены и поэтому они балагурят препятствует духу святому трудиться над людьми и больше сказать тут нечего об этом говорит митрополит иларион алфеев у нас горит в каждой книге нашей записано это правило другого нету об этом филарет говорит даже современное я уж не говорю апостольское правило кирилл иерусалимский блаженна феопиларк ян златоуз и спрашивается почему не крестите посмотрите на практику мировую до разделения церкви вселенской западное восточное только полное погружение исключение дано для клиников когда он раздавлен и шевелить его нельзя вот как вы парализованы второе когда человек находится в тюрьме заключение это это таких людей раздеть надо три раза возлить на них воду то есть облить полностью но и третье написано уже у русских у татар в плену в степи где нет воды они подряд везде во всех храмах это сегодня делают батюшка заходит здесь в район его батюшка крестит знакомый пригласить его а перед ним стоит одевший человек и в тазике вода у него долбит и лбом по одну по дну а там сантиметров 5 может воды то и лбом ее вся голова наружу то но не безобразники разбойники на пути психем еще я могу на это сказать они не верующим банда банда ни другого нет слова кто сказал патриарх лисий второе какие бандитов на принимали церковь все отвечать нечего у вас нечего больше сказать о крещении я передам слово отцу петру можно да что я хотел бы сказать свое положение значит я также считаю что крещение правильно совершать на полным погружением как я и совершаю его и все у нас храме собственно говоря так и совершают но я хотел бы о другом чуть поговорить то есть хотя и совершаю полным погружением но я хотел поговорить о тех людях которые уже крещены обливанием и которые вот к вам едут летом креститься вот и я считаю что это является именно перекрещиванием и нарушением сорок седьмого канона апостольского сорок седьмого после этого правила с чем я могу сравнить крещение три погружения можно сравнить с рождением ребенка в роддоме то есть вот он рождается все как надо там и врачи нормальный ребенок истинное рождение но иногда бывает ребенок рождается на вертепе он тоже родился не совсем так как нужно но все равно родился вот наверное обливательное крещение можно сравнить именно с этим то есть что ехать на чем я хотел бы акцентировать внимание игнатий тихонович говорит истинное крещение это крещение в три погружения ну и соответственно отсюда логика конечно что а то который не в три погружения то не истинно но у святых отцов как-то по-другому они говорят что истинное крещение это крещение совершенное в церкви и совершенные во имя святой троицы вот и гнатий тихонович вот сейчас сказал что все неправильно крестят все извержены но я хотел бы также будут посмотреть на девятнадцатого правила первого вселенского собора и особенно на его толкование за нарой так вот что он пишет как возможно поверить чтобы не крещенные по православной вере мог получить на эти святого духа в рукоположении то есть он говорит что если ты не крещен православие правильно то рукоположение у тебя ничего не может быть то есть надо сказать тогда честно что не католики не могут крестить потому что у них нет рукоположения да все православные священники но сейчас в основном они крещены обливательно они также не имеют власти крестить либо мы должны тогда сказать что никто не может крестить вот такой мой тезис хотел бы слышать ответ вам слово ивнатий спрашивается почему не погружать ты посмотри баптисты приготавливают с разных сторон приезжают люди одновременно крестит две тысячи человек две тысячи яговисты крестят одновременно пять тысяч на стадионе поставили большие ибо ни одного без погружения нету это хуже еретиков евнух и филипп сошли оба в воду бог установил это бог установил то почему вы не хотите крестить непонятно когда рядом рядом адвентисты баптисты каких только нет названий все до одного крестят нет еретиков которые бы не крестили одни православные разбойники не крестят один и в 40 думают что-то придумывают чтоб не делать служители сатаны стали я вижу и вот это вот рукой мочили это как печать антихриста как уже все нельзя трогать его нельзя крестить а почему потому что вас не запретили и в барнауле и везде уже купели построили все равно не крестят купели построили мраморными плитами закрыли все я сто тридцать шесть свидетель сдаю о крещении он ни одного не может начинает куда-то крутить языком прилукавиша и племя все крестят кроме православных они не православные они разбойники лютые это слова патриарха алексея второго 98 процентов патриарха не слушает еще непонятно здесь мощенных 300 человек 300 и только один что-то знает исследования 5 лет шли на высоком уровне университете но если на 301 только ходит ну не жаль не понятно что их надо сегодня же всех этих попов судить если если позволите я скажу свое мнение да мы здесь не переходим на конкретные личности вот перед нами пример допустим отец петр он крестит полным погружением есть есть конечно такие священники которые исполняют таинство но вот перед нами был примеру на этой неделе человек со своей семьей решившийся покреститься так он не нашел в своем городе ни одного храма где бы его согласились покрестить вот с полным погружением тут вопрос на очень широком уровне стоит люди не могут даже вот и я даже живу в воронеже я не могу так и не смог найти воронеже храма где бы я мог со своими родственниками троекратно погрузиться в воду я не беру в расчет был я крещен окроплением я об этом не могу сказать потому что крестили меня в младенчестве я этого не помню вот и свидетелей нет никаких я хотел бы креститься сегодня вот и церковь в этом меня конечно поддерживает но я не могу найти условия для крещения понимаете понимаете в чем вопрос чем серьезность вопроса стоит вот я не хотел к отцу петру обратиться вы вы как смотрите на это ну я так понимаю что не хотят за основном сейчас крестить из-за того что говорят что обливание это также крещение то есть ну я не знаю как у вас в воронеже обстоят дела но в москве все-таки много мест где можно полным погружением крестить но конечно так как вы поселена на постели жить и как можно полным погружением речь не обо мне о моей семье у меня семеро хотят креститься но мы не можем найти то есть воронеже ни один храм не крестит полное погружение это плохо конечно плохо вот но я просто даже не о современной ситуации просто я и сам скорее всего крещен то обливанием то есть вопрос-то и для меня важны да и я под я вот посмотрел все те свидетельства которые говорит игнатий тихонович я прочитал все свидетельства святых отцов и конечно согласен не могу спорить против тех отцов которые например говорят что конечно нужно в три погружения сто процентов согласен то другой вопрос считали ли эти отцы и крещение обливанием как допустимое или же нет ну вот скажем так игнатий тихонович конечно всю свою апологию строит на 50 апостольском правиле но немножко его искажает почему я думаю так поскольку 50 правило говорит что будет да будет извержен тот кто крестит смерть господню то есть как бы смерть господня вот в чем причина не то что там он одно погружение именно смерть господня вот но это было взаимосвязано смерть господня одно погружение как нам правильно вообще понять правило для этого есть святые отцы кто у нас есть толкователи три толкователя канонов но также есть еще более высокий уровень толкования кто это собора да когда соборы толкуют апостольские правила это самое для нас авторитетное в частности наш русский большой московский собор истолковал 50 правило и вот что он в нем говорится в этом большом московском соборе 1667 года эти апостольские правила 40 6 50 нужно понимать так эти правила говорят о тех кто приносит жертву еретическую и крещение в одно погружение то есть еретиков таких явных здесь явно они говорят о тех еретиках которые полностью стали чужды божественной их последующие правила привлевает крестить но здесь не говорится о тех кто во имя отца и сына и святого духа крести дальше продолжает латинине ниже крестят не в единое погружение не в смерть господню но трижды обливающий крестят во имя отца и сына и святого духа если кто через упорство захочет перекрещивать латинин должен напомнить сорок седьмое правило епископ или пресвиттер если поистине имеющего крещение вновь крестит да будет отлучен да да будет извежен как посмеющегося к кресту и смерти господня о латинском крещении совершенном во имя отца и сына и святого духа трикратным обливанием святейший патриарх и поисий папа патриарх александрийский макарий иосаф московский крещение митрополита архиепископ и епископ и весь священность собора судил что не подобает приходящим от латинин к святой апостольской церкви перекрещивать вот то есть мы видим что наш московский собор уже 400 лет назад дал толкование этого правила ну как бы для нас это авторитетное толкование он говорит что обливание хоть но во имя троицы но мы все равно должны принимать даже католиков не говоря уже православным вот я не я не говорю что это нормально но вот что-то сказано что как машин вы должны все равно принять ну а как же мы как же мы возьмем мы возьмем сам корень крещения сам корень крещения погружением как же мы как же мы можем переступить через него мы же никак не можем нарушить этого этой основы нарушить этого фундамента давайте посмотрим тогда случай когда крестились обливанием но которые все случаи приводит игнатий тихонович но даже нелюбимый гнатий тихонович индидахе говорит так что касается крещения погружайте так и дальше перечисляется в конце погружайте но если нет ничего то трижды возле вот понимаете греков тут не было никакого вопроса сказанные погружайте и трижды возле тий нет ну видите ли это исключение как и любой исключение из правил это одно на тысячи это ну исключение она не может быть употреблено в массе никак она не может вот я лежу один на тысячу ко мне ну да она применим но его ни в коем случае нельзя употреблять как как закон это понятно вы просто просили может ли крещение этимология погружение вот мы видим что из священной истории что может такой быть хоть один хоть два случая но когда погружение было окроплением обливанием но это могло быть и это являлось истинным можете что-то сказать игнатий конечно вот заметьте как нелюбимы игнатием тихоновичем понимаете даже в этих словах показано что надо любить как петр михайлов а при чем тут игнатий когда во первых это апокриф апокриф ни в одной книге правил за две тысячи лет его не было и они хватаются за него но они то дальше то лгут а почему не лгут да потому что сатана в рот залез дух лжи вошел и сделал эту пакость при пророке михея первую очередь крестите в проточной воде что нигде в московской области нет проточной воды они это закрыли второй если нету в стоящей то есть в озере озер нету они закрыли даже сама дедаха против него третье если нету в особом сосуде сосудов нету нету а тогда возле и возлеет они не возливают а ладошкой хлопают они где дахи никакого отношения нет ни даха четырежды их пригваждает разбойникам ваша дедаха против вас идет что вы берете ее и в протоще не в стоящей не в сосуде не возливаете не надо крестить не надо обманывать я хотел бы отцу петру обратиться и в самом начале беседы вот такой тоже так посвенно был затронут момент в общем когда есть же постановление законы если человек не уверен в том что он был крещен вот вот я ну я ну никак я не уверен у меня нет не осталось ни свидетелей никаких как мне там или окропляли или меня обливали я думаю нет по ним может быть меня вообще там какой царю взяли да и отдали сухим таким же почему же мне если у меня нет утверждений почему мне не не креститься погружение мне сказали что я крещеный но я в этом не уверен совершенно как и многие другие как добрая половина нынешних крещеных людей я заметил что многие говорят я не знаю я не знаю а кто вам сказал что вы крещены матушка кто кто сказал родители сказали а она была при крещении конечно нет но а крестные были они умерли ну тогда надо креститься почему нет если нет свидетелей что что вселенский собор говорит если нет свидетелей надо креститься если вы не уверены крещены вы или нет и кстати это большой процент людей которые не уверены в том что они а как можно понадеяться допустим на добросовестное священника мало ли какие люди бывают бывают и неверующие совершенно может и не было никакого таинства он может быть и не попал на него свинечка вода не долетела возможно до него совершенно вот так что я не знаю тут надо очень аккуратно к этому относиться и вот по поводу перекрещивания я как бы на стороне играть тихоновича вот и тем людям которые не уверены в том что они были крещены я и сам тоже предлагаю конечно принятие полные троекратные по вооружении да я просто здесь говорил все-таки о людях которые уверены что их обливательно крестили у которых есть крестные которые также знают что было что касается нашего дидохе да если возвращаться назад игнать сихонович конечно говорит о покрив но надо сказать что дидохе она входила в канон священного писания на ряду с пастырем гермой до 4 века многие святые отцы его цитируют то есть слово а покрив это у нас сейчас такое что-то такое еретическое нет это книга которую вполне признавали афанасий великий цитировал многие ситуации цитировали и вот игнать сихонович говорит ну реки нету но простите зимой реки рек нету озер нету храме где нет купели ну вот что это какое-то исключение нет она не говорит она говорит что можно так можно и так можно ну хорошо я понимаю что дидохея это не авторитет но тыгнатий тихоныч кстати ничего не ответил по поводу большого московского собора большим московского собора это авторитетный полкователь для нас мы четыреста лет живем руководствуясь его правилами которых никто не отменял и мы принимаем их то есть либо игнатий тихонович его не принимает и говорит что это еретичный какой-то собор но никто его пока не отверг не надо не принимаю ну все все вы ищите любую логику лишь бы только не делать волю божию зачем мне разговаривать дальше любой собор примите хоть сатана на нем будет примите ваш вопрос отец пётр вопрос мой такой игнатий тихонов часто горел что обливательно крестить можно только в трех случаях у меня вопрос где игнатий тихонов взял что только в трех этих случаях можно крестить убивать вы не знаете где и никогда не считали да я вам материал эти скидывал уже не рад я давал материала там танец которых нету не надо на какой странице где это не надо даже говорить об этом церковь установила весь сказ а где сказано когда сказано все отмели почему вы не берете владимирский собор такой популярный который постановил и белорусов украинцев перекрещивать всех и вы даже не упомянули ни разу вы все изыскать и чтобы не крестить что тебе мешает делать как баптисты как старообрядцы и вот сколько молотишь языком разговариваешь только не крестить да не крестите я знаю вы не будете излукавились испортили мой виноградник господь говорит и стоптали лукавые делатели как вы на суде божьем будете стоять миллионы людей загубили чё оттолковать ты не хочешь крестить ну ну не обманывай иди на стройку работой воды боишься воды боятся только укушенной бешеной собакой фобия у них такая вот а у попов песком слюнями и слюня велись песочники окаянные повторяю за 300 лет после никоновской реформы ни один старообрядец ни у беспоповцев ни у кого не был без покружения ни одного я привожу 136 свидетельств у вас ни одного нету кроме собор московский авторитет никто не отменял кто будет отменять то когда исповедь перестала быть исповедью тайной петр первый пословил ухватили за это что я могу сказать владимирский собор конечно знаю его постановление но церкви есть такой принцип канонические правила 1 1 по местного собора могут быть отменены или изменены только большим по местным собором что мы собственно говоря и видим нам большой московской соборе то есть он просто изменила решение владимирского собора на что имел полное право поскольку он был больше там были патриархи всех патриархий это первое второе игнатий тихонович в своих тех вот тезисах которые там сто с чем-то я прочитал там не сказано ни разу что только вот в этих трех случаях можно обливательно крестить там приводятся случаи когда крестят обливать но нигде не сказано что только в этих случаях может понимать такая мысль что ограничение никто там не ставит это уже вывод игнатия тихоныча и третьих сказать что все таки на тихо очень много говоришь что я не так делал но я-то говорю что я погружать на крещу вот я лишь про себя говорю что меня крестили обливать да потом говорить у меня ни одного аргумента давайте посмотрим третий век святитель киприан карфагенский ему задали тот же вопрос как относиться к обливательному крещению он говорит я сколько сие доступно разумение моей посредственности думаю что божественная благодать не может умоляться или расслабляться и не может быть там что-либо меньше где с полной и совершенной верой дающего приемлющему принимается то что почерпается из божественных дорог ибо зараза греха не так очищается спасительном таинстве как нечистота кожи уничтожается в телесном омывении где нужна купальня мыло и другие принадлежности чтобы можно было мыть и очистить тело иначе очищается сердце верующего и начается ум человека по заслугам веры спасительных таинствах по требованию нужды и по благонисхождению божию верующую вполне сообщается благодать и при сокращении бога учрежденного чина и это никого не должно смущать что больные окропляются или обливаются водой когда получают божественную благодать и посвященное священное писание через пророка езекииля говорит и воскраплю на вы воду чисту и очиститесь от всех нечистот ваших и от всех кумиров ваших и очищу вас и сердце новый дух но дам вам бесспорно тут же прописи кель говорит о новом завете пророчестве и говорит о окроплении и другие в другом месте и сказал господь моисею говоря возьми левитов из среды сынов израилев и очисти их а чтобы очистить их поступи с ними так окропи их очистительной водой еще вода окропление очищение есть числа 19 9 отсюда видно продолжает святой отец что и окропление водой имеет силу подобно спасительной купели и когда сие совершается в церкви при чистоте веры и дающие приемлющие то все может стать и совершиться по величию господа истинности веры мы видим что крещеные в болезни и получившие благодать избавляются от нечистого духа которым прежде были одержимы похвально и одобрительно живут в церкви ежедневно более и более преуспевает при умножении божественной благодати через превращение веры посему заключать святой отец сколько мне дано разуметь верою мое мнение таково всякий кто приемлет божественную благодать в церкви по закону и правой веры должен быть почитаем истинным христианином то есть мы видим что на вопрос святитель каприан довольно так четко и даже по библии обосновал почему мы должны принимать даже того кто крещен в окроплением но в церкви он это сделано да вот свидетельство есть и другие вы готовы готовы еще выслушать аргументы не надо не надо это значит буддословие это конца них вот киприян сказал не сказал главное чтобы не крестить что непонятно то господи открой глаза кто перед нами сидит то зачем ему нужно было три года учиться крутить вот так вот то они воды боятся они не видят что вокруг делается что люди безбожники православия то нет как феофан затворник говорил ведь они все найдут где-то что-то сказать там написано больные они киприяно-карпагенство то исказили всего дедах устали говорить я показал нигде в дедахе не написано чтобы ладошкой мокрой то ну смотрите дедаха дедаха еще раз повторяю проточной воде не идут зимой зачем зимой тебе крестить то мы 7 12 июля будем крестить один раз в году зачем тебе каждый день то боитесь деньги не возьмете второе в озере не идут сосуде не идут возле водой не идут дедаха кончилась какая дедаха то они бесстрашие и вот выкручивает выкручивает только чтобы не крестить они на пути стали бог взыщет с них вас новая будто вас ждет вы заботите там все до конца посмотрите почему эти вопросы не встают не у иритиков ни у кого не у старообрядцев сохранивших благочастие древле древле православная новозыбковская все до одного крестят правильно много там толка празднуется беспоповцы все до одного креста правильно вот это никоновская реформа вам вас и поставила в это положение чтобы защитить ваше беззаконие вот он насчитывает где-то считает их сама дабы жене своей считание крещеной зачем мне это нужно слушать крещения нет нет давайте не будем на личности не нет не оскорблять ничего я вот что хотел у отца петра вот спросить то есть больше вы вы поддерживаете троекратное погружение я понимаю но вы против того чтобы людей как бы это на тихо я против того чтобы перекрещивать тех кто облит уже в детстве кто советском союзе было облит я против этого я за то чтобы сейчас всех погружать накрестить но если кто-то сделал так как бы если какой-то священник сейчас кресть обливать на это его грех но не грех того человек который крещен то крещение если он имеет чистую веру она принимается вот есть то есть вы признаете что сегодняшний священник не погружая человека он он ну подлежит просто 50 правилу апостольского нет он не по он не этому правилу подлежит он просто ну согрешает перед богом как неблагоговейный совершитель то есть то что я говорю 50 правил нам сказано вот для меня это авторитет большой московский собор он говорит что там говорится о еретических священников которые крестят не в троицу а в смерть господня я вполне это принимаю то есть про священник который сейчас крест обливать но он согрешает как любой священник который делает дело господне небрежно и вот он говорит надо крестить а в это время 400 храмов день и ночь они готовы мочить а мощенных крестить нельзя кого он крестить то будет ну понятно что там написано еще в единое погружение это уже извержено у них ни одного погружения то нету да я хотел бы продолжить действительно киприан карфагенский говорит о больных но с той же довести до конца мысль что игнатий тихонович не сказал нигде что только больных то есть вернее он не смог доказать этого это просто вывод игнатия тихоновича такого нигде нет действительно если ну был крещен больной а вот сейчас я знаю что меня окрестили тоже этом обливанием почему я должен перекрещиваться непонятный вот дионисий великий александрийский что пишет никого не должно смущать когда видят что больные принимают божественную благодать через окропление или обливание потому сколько нам дано разуметь веры и мыслить мое мнение таково что всякого кто получил божественную благодать в церкви по закону и праву веры аргумент закону и праву веры то есть правильная вера и от законного священника должно почитать законным христианином если кто считает их ничего не получившими ничего не имущими потому что они только облиты спасительной водой то все же пусть не обольшает их заставляя креститься по освобождению их от тяготы болезни и выздоровления не могут быть крещаем и те которые уже освящены церковным крещением так для чего же соблазнять их вере и благости господней или они получили к господню благодать но только сокращенной или меньшей меры дарования божественная и святого духа так что можно считать христианами равняться прочими не должно напротив дух святой льется не мерой но над каждого верующего изливается весь папа стефан второй это восьмой век когда рим еще был православным на вопрос позволительно ли в случае нужды например при болезни младенца из сосуда или рукой возливать на голову его воду и таким образом крестить отвечал крещение сие посредством вливания если оно совершено будет во имя святой троицы опять видим твердо прибудет особенно же когда и необходимость того требует чтобы тот кто одержим болезнью сим именно способом возродился и сделался наследником царствия божия вот и игнатика также говорил о татарах но интересно я нашел собор который говорит о татарах и что интересно какая аргументация вопрос это константинопольский собор 1301 года вопрос приходящих а татар хотящих креститесь и не будет велика сосуда в чем погружать ему священника то есть если не воды не будет а сосуда не будет ответ собора доблевать его трижды гологоля во имя отца и сына и святого духа да то есть нет никакого вопроса в том что это не действительно я сразу дан ответ дальше собор константинопольский 1484 года на котором присутствовали четыре восточных патриарха касательно присоединения к православию католиков между прочим постановили если кто из латинин обратиться к православной кафолической восточной церкви таком и таковых помазан только святым миром они перекрещивают вот на днях буквально я видел ролик когда католик бывший звонил и спрашивал игната тихоныча что нужно делать мы видим что наши канонические наши каноны говорят как принимать католиков через миропомазание именно облитых игнать тихоныч говорит что нужно крестить получается и этот собор мы не принимаем то есть мы все не принимаем принимаем только то как нам кажется правильно вот те аргументы которые я нашел я отвечу так ворон ворону глаз не выклюет и пёс горит на свой хвост не наложит если вы полностью католики стали вы должны защищать и принимать еще тут непонятно главное полностью католичность а мы католиков принимаем атак ну и понятно свой свояка видеть издалека вы каноны все попрали ежедневно в каждом храме 413 канонов топчете ногами полностью не можете не торговли избавиться не можете ничего нету женщины в алтарберске что крещение для вас значит они к ничего не значит ты хоть тысячи приводи каких-то там стефанов какой он стефан он за себя ответит когда и так понятно то крестил говорит в яордании близьям он а где много воды зачем слова много как князь владимир крестил но внимание как христос крестился в яордане стоят на берегу и чашечкой льют икон это все католическое уже совсем глаза-то откройте еще вы сделали с народом и вот защищаете то что все подгоняйте и после того как вас послушают попы они скажут о нашелся умница защитил наше беззаконие убойтесь бога я ничего больше сказать вам не могу люди не крещеные обманутые их надо крестить начиная с патриарха а то главное священник говорит и погружаем вот так ребенка держит вот так ноги торчат у него кверху и вот так ладошкой по погружаем говорит погружаем а сам держит лукавейшее слово погружать посмотрите по словарям что означает как держать кверх ногами ребенка и вот так вот даже воды не касается песком песком из песочек бесстыжие совершенно попы но можно отвечу на это тоже последнюю реплику да ведь я не защищал этих священников я сказал что это их грех мне кажется это сильный аргумент грех ты грешишь когда делаешь нарушаешь да действительно католиков действительно мы принимаем через миропомазание ну вы знаете что не стареан например через покаяние вселенский собор сказал принимать это не значит что мы все не старе они нет с разной чина приема есть которые когда-то крещены во имя троицы мы принимаем они ничего не имеют как говорит священномоченник иларион троицкий просто форму пустую которая отсоединения церковью наполняется благодать вот такой ответ ну я что хочу сказать может даже может даже заключение что наш вот этот сегодняшний диспут он ну можно сказать не является не спором а может быть послужит для людей можно сказать разумных людей что чтобы каждый сделал свой правильный шаг вот ну а правильности шагов решать уже людям мы уже как говорится здесь не властны но мы каждый заявили о своем мнении вот ну а сказать я думаю уже больше и нечего сказать я на то есть весь этот диспут собственно говоря и простите гнать тихонов я начал весь этот диспут я начал лишь для того чтобы тем людям которые вот собирается они знают что они обливать на крещину собирается крестить чтобы они задумались и посмотрели сорок седьмое апостольское правило все простите мы показали что можно это делать можно нам приезжают священники и романахи крестятся и возвращается на свое место опомнитесь и тут еще надо сказать крещение в три погружения это не просто сейчас рекомендуется это введено как норма в нашей церкви и конечно на практике пока еще бывает отступление от этой нормы но мы во всех соборных документах говорим о том что крещение должно быть именно в три погружения не просто окропление или обливание а